Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я никогда в жизни не надевала хоккейные коньки Мы станем свидетелями моего первого выхода на лёд в хоккейных коньках Ой, что сейчас будет? Страшно! Зубцов-то нет! Не, ну в принципе быстро можно привыкнуть Просто мы привыкли, смотрите, раз, зубцами толкаться Ну откуда? Россияния, но перг сядет на ладу Уже на второй минуте Наша команда уходит вперёд Отсох! Гол! Наши хоккеисты господствовали на Олимпийских играх десятилетиями Но последнее золото было взято в Альбервире в 1992 году Вот он выкабыкатывается из глубины и расстреливает ворота точно в девятку Россия! Уже даже успело вырасти поколение, которое совершенно не видело Олимпийских побед в хоккее Раньше нас боялись, даже если команды Швейцарии или немцы у нас выиграли 3-0 в первом периоде Они всегда думали, когда же им забьют 4-0 Мы долго ждали, когда ты забьёшь И ты забил в самый нужный момент У них нет уже сегодня боязни советского медведя хоккейного, красной машины, которые всегда боялись раньше В 2008 году на чемпионате мира мы наконец-то вернулись до звания сильнейшей хоккейной сборной Во всем мире заговорили о возвращении красной машины Герои нового времени Ковальчук, Малкин, Овечкин Когда НХЛ засомневалась, стоит ли отпускать своих лучших игроков в Сочи Овечкин открыто заявил Я буду играть в любом случае Александр, ну как впечатление-то от формы вообще? Ну, красивая форма, вроде удобная Самое главное, чтобы удобно было играть Для поклонников хоккея они стали лицом своей страны Как поколение великих хоккеистов, на чьих победах они росли Мы жили в Твери, Илья тренировался достаточно рано Перешел в Спартак и тренировался в Москве И каждые игры, на каждую игру, каждые выходные Папа садился в машину, дождь, снег, слякоть, все что угодно И, конечно, то, что Илья, то, что он сейчас все представляет Это, ну, в общем-то заслуга, конечно, нашего папы Ну, а что еще примечательнее было? А с ним примечательнее? Я стал чемпионом Москвы Тяжело представить себя на месте Фетисова Человек прошел через очень многое Были взлеты, были какие-то неудачи Но он всегда в любой ситуации выходил победителем Сегодня на товарищескую мальчику хотели В ответ, что лендендарный кокетик Который начинает свой путь здесь, без путь Команде Ужека номер девятнадцатый Это в девятку, в дальнюю Почти Смотри Ты оставишь Ты должен быть как можно квадратен Ты вот таким образом, ты все время встречаешь шайбу, не ждешь Дверь! В ответ, даря нет сборной, блин Молодец Капитан Вячеслав Фетисов Никогда, по-моему, наша сборная не была так завернута на победу, как здесь в Саваево Загорается за ними красный свет Та самая великолепная пятерка Фетисов, Макаров, Лорионов, Крутов, Касатонов На западе их называли зеленой пятеркой Но в схватке с соперником становились неудержимой красной машиной Остановить их могло только чудо Вот это вот Лейк Плэйсид Самая известная в мире серебряная медаль Мудрились проиграть с американским студентом Поэтому это в истории спорта называется мирикл То есть такие вещи, считай, случаются раз в жизни Поэтому мы на этом мирикли с другой стороны Вот это да! Наша команда не знает Вот когда начинается Впервые я вышла на лед с маленькой девочкой в 1980 году Если бы я была мальчиком, мечтала бы быть как Фетисов или Третьяк Забивать голы К сожалению, в том году сборная так и не стала олимпийскими чемпионами Остала всего лишь серебря Психологическое преимущество И они забивают немысливую четвертую шайбу Лейк Плэйсид у нас была одна сильнейшая команда Мы выиграли в 1978 год, в 1979 Американский городок Лейк Плэйсид Олимпиада 1980 года Легендарный Третьяк снова защищает ворота не менее легендарной сборной Советского Союза Сборная СССР на той олимпиаде состояла из легенд нашего хоккея Третьяк Это просто команды двух разных уровней Парламов Разного класса Михайлов Каждый сидящий на трибуне болельщик американской команды понимает, что эти студенты не могут составить конкуренции лучшим игрокам мира Легенды живы, еще как живы ребята Пашка, со скоростишкой, все в порядке Хотел включиться, а силенок нет Он встаньте, мил наворачивай Ну, а назад-то кто? Назад никого Почти полвека прошло, но разве могут забыть и они, теперь знаменитые ветераны и легенды без кавычек В то время Видишь, что не искать, вот он Тихословацкие хоккеисты понимают, что так просто выиграть не получится Михайлов, Харламов, легендарное звено на льду Михайлов, Петров, Харламов Для фанатов хоккея в 70-х это звучало словно одна фамилия Мы все зарязаны только играть, как единое целое О-о-о, здорово, красоты, здорово Это старшая, Василиса, а это младшая, Лизуха А где папа? В бане Внучки Бориса Михайлова очень любят эту стену почета Тут все медали и награды деда Правда, пока сложновато запомнить, какая за что Ну, вот это три олимпийские медали Вот эти Вот, а эти уже чемпионат Какие-то матчи, там, допустим, тот же матч с канадскими профессионалами в 1972 году 60-е, 70-е годы Золотое время советского хоккея Наши играют так, что никто в мире не в силах противостоять Хоккеем болеет вся страна На трибунах дети, молодежь, взрослые, старики Хоккей показывают по телевизору почти каждый день Инсбрук Олимпийский каток заполнен до отказа Решающий матч Канада против СССР За Олимпийскими играми в Инсбурке следили по телевизору около миллиарда болельщиков Это в 1964 году Невероятные цифры Самое неожиданное событие случилось, конечно же, в хоккее В 1963 году нас вызвали к большому руководству, с эго-партией Значит, сказали, ребята, вот даем вам этот год, чтобы себя проверить Чтобы в Олимпиаде 1964 года быть уже во все рожи Уже два тренера наших великих соединились Аркадий Иванович Чернышов и Анатолий Владимирович Тарасов Их собрали в одном месте Сказали, надо для страны Вы можете сделать так, чтобы наша страна выигрывала самые высокие места Мудрый и задумчивый Чернышов из Динамо Харизматичный взрывной Тарасов из ЦСКА В сборной они единый дуэт Но внутри страны Тарасовский ЦСКА побеждает гораздо чаще Чернышовского Динамо Неужели не можем еще раз отбезти, чтобы страшно было? Да! Пошли! Анатолий Владимирович Тарасов Британская энциклопедия называет его отцом русского хоккея Вместе с Аркадием Чернышовым они создали ту самую красную машину Которая десяток лет громила соперников на всех международных турнирах Свои тренировки Тарасов старался делать настолько разнообразными Что однажды даже загнал хоккеистов с клюшками в бассейн Вы не умеете выполнять волю тренеров Значит, из вас ни черта не получится Раз кашлянул, два кашлянул Тарасов дает установку Третий раз кашлянул, а он, Тарасов, доктор, уговорит Василий, доктор, вылечите хоккеиста Петрова А я дерзкий такой говорю раньше Я говорю, сначала вылечите тренера Тарасова, потом хоккеиста Петрова Во время отдыха старший тренер Анатолий Тарасов Беседует с молодежью о стиле игры сильнейших хоккеистов мира О большой ответственности защищать спортивную честь советской страны Ну, знаете, Тарасов как бы априори сыграл огромную роль в моей жизни Нет, будут из вас старающиеся хоккеисты Меня пригласили на тренировку, а чуть с ума не сошел Так, А, Б, В, Г, Огольцы Огольденки где? Почему без улыбки? И должен быть счастлив ты в хоккее? Молодежный чемпионат мира, я вспоминаю Когда он зашел в раздевалку, мы проигрывали перед третьим периодом Кстати, Великий Тарасов в шубе, в такой, в олимпийской, да В такой же папахе у него была Встал посреди раздевалки Пацаны, 18-19 лет, так снял По стойке смирно встал и спел Ким Советского Союза Прессиндует соперникам и открывает счет Неужели удастся выиграть и Олимпиаду? Это будет невероятно Фантастические минуты будут гонять Точно в девятку, такие шайбы не берутся Кстати, у нас мурашки по коже Вышли, этих видов разорвали потом Время неумолимо уходит А мы проигрываем 1-2 Но не сдаемся Прессинг Канадцы прижаты к воротам И шайба Кирсова 2-2 Вот этот гол Слишком близко до ворот Канадскому брутарию За год для Олимпийских игр в Инсбурге Сборную Канады возглавил знаменитый тренер Дэйв Бауэр Который сразу же заявил о том, что Обязательно обыграет русских После двух периодов на табло по-прежнему 2-2 И судьба Олимпийского золота решится сейчас, в третьем периоде Один в один ситуация, как в финальном матче прошлой Олимпиады 60-го года в Скоуэлле Только тогда нашим противостояла американская сборная Альпинистский лагерь Шхельда Сюда прибыли сильнейшие хоккеисты страны Ведь на 17-х зимних Олимпийских играх Им придется выступать в американском городке Скоуэлле На высоте 1860 метров над уровнем моря К Олимпиаде 60-го года в американском городке Скоуэлле Сборная готовилась особо И решающий матч СССР-Соединенные Штаты Американцы в синей форме При поддержке трибун они бросаются вперед Посмотрев, как тяжело двигаются американские хоккеисты Наши по доброте душевной Посоветовали им использовать в перерыве Кислородные маски И что вы думаете? Зарядившись, американцы вышли на лед, как новенькие Разгромили чешскую сборную А потом обыграли нашу Вот в этой ситуации локтем Шайба соскакивает с крюкаф Похожая ситуация ошибается И Петухов Этот момент у меня стоит перед глазами Когда мне Витя Якшев с фланга отдает шайбу Я сходу щелкаю ее поворотом А до ворот всего в полтора метра Забей эту шайбу Ничья и дальше Непонятно, как игра могла перевернуться Проигрыш американцам Проигрыш американцам тогда воспринимался как удар по престижу страны За ту незабитую шайбу Станиславу Петухову устроили разнос за недостаточную идеологическую стойкость Приехали в Москву Нас быстренько так Рассадили на автобусе Все развезли И как будто, так сказать, не было Вот Участия в этой олимпиаде Не было бронзы В отличие от миллионов советских граждан Только слышавших про заграницу Они могли лицезреть ее самолично Завидовали им смертельно Мир видят В Америке были В Европе были Мало кто знал, что жизнь этих золотых парней Скорее похожа на многолетнее рабство И уж точно ни в коем случае не похожа на туризм Раньше, если мы выезжали за рубеж То в Нью-Йорк, допустим Привозили на какое-то место определенное И говорили Вот вам час на разграбление Нью-Йорка И все И вот давай за это час ты должен успеть Подарки купить, сувениры И все, все, все Убийство 64-й год Кто выиграет олимпийское золото? Канадцам для этого нужно обязательно выиграть Нам надо выиграть И вдруг Тарасов Сидя на батарее Батарее, значит, мы сидим на лавочках Он на батарее сидит Вставай, проклятим, заклеменный Шесть лет голодных и работ Это есть наш последний В третьем периоде Наши атакуют, атакуют, атакуют Не позволяют канадцам просто выйти из их зоны Хоккей всегда был больше, чем игра А особенно в те годы Героев встречали как космонавтов Никита Сергеевич Хрущев Сердечно поздравил спортсменов с победами Которые они держали на девятых зимних олимпийских играх в Инсбруке И уже вот на той встрече правительственной Уже пошел разговор о том, чтобы вести переговоры И дать возможность сыграть игры с канадскими профессионалами Это победа всего нашего советского спорта Пытаются забить хотя бы один гол Но этот гол забивает наш Евгений Зимин Советские статистики даже подсчитали Что когда сборная Советского Союза проигрывала Одну из команд Швеции или Чехии или Канады Производительность труда на заводах падала почти вдвое Ну а за каждой победой следовал единый трудовой подъем Даже правонарушений в городе Москве во время проведения этих матчей Практически не было правонарушений Потому что все сидели у телевизора Я помню, теми сторонние пять лет игры начинались То, естественно, да, вот оно шло по телевизору И я просто мог стоять, вот смотреть, что происходит Не понимая, что вообще там происходит Петров, Михайлов, Харламов, легендарная звенера Прижимают канадцев еще одна атака Скорости очень высокие, несмотря на что его попадает в перекладку Харламов, оставлено в голову Голос комментатора, наверное, подача Наверное, все-таки энергетика тех событий 1972 год Сборная Советского Союза готовится к играм с Канадой Это была чистой воды политическая акция Готовившаяся очень долго На высшем государственном уровне Лично Брежнев был в курсе дела Канадцы впервые собрали сборную профессионалов Чтобы разделать русских в пух и прах И показать, кто в хоккее королей Все чаще и чаще шайба гостит возле ворот канадской команды Вратаря Бродерика И, наконец, шайба влетает в ворот Но и канадцы так просто Трудно поверить, но на свои первые олимпийские игры в 1976 году Советская сборная приехала аутсайдерами На льду тогда безраздельно правили канадцы Родоначальники хоккея шайба Анна Маккензи в белом свитере с удивлением Рассматривает полученный от села до Боброва советский вымпел Что за невидаль? Первый чемпионат страны Если вы помните, он у нас состоялся В декабре месяце 1946 года Так что хоккей у нас еще очень молодой Соревнования по канадскому хоккею Проводятся в нашей стране впервые Этот вид спорта привлекает десятки тысяч зрителей Особенно интерес представляла встреча команд Московского «Динамо» и Центрального дома Красной армии Раньше же выдавали инвентарь Ну, БУ, БУшный инвентарь выдавали ребятам И когда я прошел уже отбор Кладачи говорят, какой размер конек Я говорю, ну, сороковой Он мне достает коньки, кладет И я смотрю так, открываю этот хлястчик Там написано «Трофимов» Я раз их сразу и в сумку Ну что, подобрал, померил? Я говорю, померил, померил А я их не мерял Игры в альпийской деревушке «Картина Дампеца» начались хуже некуда Во время церемонии открытия Конькобежец с факелом споткнулся и упал Все увидели в этом дурную примету Брос шайбы в зону и борьба возле ворот Канадцы играют на высоких скоростях в своей манере Однако и наши не сдаются Канадцы считали, что провал на первенство мира в Стокгольме в 54-м году Это случайно И они готовились выдать на гора И как следует, так сказать, обыграть, разгромить нашу сборную на Олимпиаде Но не получилось И вот шайба у защитника Сологубова Он сбрасывает ее на пятачок И там Крылов подставляет клюшку 1-0 сборная СССР Выигрывает у канадцев В составе сборной фронтовики С особым отношением к Икре за свою страну Николай Сологубов, например, вешал в раздевалке знаменитый плакат «Родина мать зовет» Николай Михайлович Сологубов, конечно, я считаю, что это номер один до сегодняшнего дня Лучший защитник мира Николай Сологубов, большой мастер силовой борьбы за шайбу У него он как металлический все равно Руки у него как будто не руки, а ухваты какие-то Если он прихватит тебя, то уже у него не вырвется Участник Великой Отечественной войны У него в косточке сидел осколок Так он что придумал? Он ложка алюминиевая Он оторвал черпачок этот Просверлил дырочки И в себе пришил, да, это сбоку Дабы исключить, если попадает шайба, да, в это место Чтобы боль меньше была Брасывает опять шайбу на пеночок И теперь уже Пузин подставляет клюшку 2-0 2-0 Сборная Советского Союза выигрывает у канадцев Выдав потрясающую серию В финале наша сборная разгромила канадцев в сухую Игра вратаря легендарного Николая Пучкова Так поразила родоначальников хоккея Что ему тут же предложили двухлетний контракт с канадским клубом Это в 1956 году 20 тысяч долларов Сумма по тем временам приличная Разумеется, Пучков никуда не поехал Посмотрите, как Нюта мимо отрабатывает технику Николая Пучков Ведь ему надо удержать звание лучшего вратаря мира Присвоенное прошедшее зимой Вся школа любви к хоккея, она произошла во дворе В каждом дворе, на каждой улице были площадки самодельные сделаны Правда, не было ни инвентаря, ничего Но клюшки сами делали, коньки с бухты Барахты Мы раньше делали, помнишь, на Новый год, какие клюшки еще? Из елок Вот я сидел на пятом этаже, вон мой балкон 13 числа, второй Новый год Мы сидим, уже ждем, кто поднес первую елку У меня уже ночью не спим Помойка была в том конце То есть смотрим, хорошую елку несут Тихоря одеваешься, чтоб не ругались И туда бегом, бегом Елку приперешь, ко мне припрячешь здесь Потом ее обрубаешь ветки Берешь шнурки, бечевку, все, что есть Гливую веревку у мамы там сопрешь Ну и загибаешь макушку И притешь, как хоккей для хоккея с мячом Делаешь клюшку У нас была преемственность, у нас была школа У нас была та плеяда, на которой молодые игроки учились Были у нас кумиры Харламов, Петров, Михайлов Кнополь, пошли Ну что ты, ты перевернись, смотри Конечно, покажи свое симпатичное личико А вы где-то строгие? Я, надо их спросить, какой я строгий Нормально Вот она, легендарная армейская тройка Капитан сборной Советского Союза Борис Михайлов Нападающий Владимир Петров, номер 16 Только золотых медалей чемпионатов мира 9 А ведь еще и олимпийские, европейские Медали всегда у нас лежали в какой-то темной коробке И никогда на них никто внимания не обращал И это только вот, может быть, последнее время Вот сделали такую красивую ленту, на которой эти медали висят Сын Максим ощутил на себе силу отцовского характера Преемственность поколений налицо Выдающийся нападающий, его папа, его тренер и наставник Давит авторитетом сильно, невозможно Ужас вообще Да, бегать нас заставляют, караул Изверги Особенно Борис Петрович Тут вообще просто не дается спокойно в хоккей Смерть, сверюк Просто дополнение, друзья Если Валерка, мол, мог на одном сантиметре обыграть Я где-то под воротами работал Володька раздавал нам пасы, завершал атаку Харламов, штабе попадает в перекладину Надо продолжать бороться Петров Советские хоккеисты прижимают канадцев к их воротам Еще одна атака Скорости очень высокие, несмотря на усталость В третьем периоде ничья, что творится на трибунах Штанга спасает наши ворота Все еще не потеряно Харламов оставлен один у ворот Бол! Мой номер 17 Мой номер 17 Валерий Харламов Валерий Харламов Он стал легендой еще при жизни Легендой номер 17 Как тебя зовут? Валера Как твоя фамилия? Харлова Сколько тебе лет? Три В какую игру ты любишь играть? В хоккей Для всего хоккейного мира Его взлет действительно был похож на взлетовый ракетный Мгновенный, быстрый, почти вертикальный В 20 лет его еще отправляли в команду 2-го дивизиона за штатного Потому что считали недостаточно габаритным, мощным хоккеистом Всего 167 сантиметров А в 21 год он уже чемпион мира в составе сборной Советского Союза Все трибуны тогда прославились Петров, Михайлов, Харламов Стали первые тройки нашей сборной Эта серия, которая была в 1972 году Конечно, она с точки зрения того, что она оказала большое влияние на дальнейшее развитие хоккея В Северной Америке поняли, что в хоккей играть умеют не только они, но и в Европе и в Советском Союзе Александр Якушев Як-15 Так его называли соперники и журналисты Это лучший игрок всех московских матчей знаменитой суперсерии с канадскими профессионалами Мальчишек в те годы чаще спрашивали Вот кого ты больше любишь, Якушева или Харламова? Якушев, Ляпкин, кто добьет? Якушев! В школе, не помню, даже говорили, обсуждали, какие коньки у Якушева Я до сих пор помню До фантазии, что ему вроде дали канадские коньки И он стал летать на льду Трех годовалые там обсуждали А на русских он не летает Мы выходим вперед Бол! Ну, конечно, это Александр Мальчев Разве может кто-то сравниться в мире с мастерством динамовского лидера? Разве что Валерий Харламов или Александр Якушев Саль, с тобой здесь гоняли, да? Гоняли, да А помнишь, еще как-то 70-70 год приехал Мальчиш и Харламов? Они к деду приехали, и вот здесь мы с ними играли, рубились В 68-м году? Да, за 68-м годы Садяг? Нет, 68-й год Время неумолимо уходить Высочайшее техническое мастерство демонстрирует нападающий ЦСКА Дайний бросок достигает цели Тяжелый момент для нашей команды Удален с поля боя на 2 минуты Вячеслав Старшин Олимпиада 68 Франция, город Гренобль Матч СССР-Канада Ох, как нашим тяжело По ходу турнира мы проиграем Чехословакам Чехословакия главный претендент на золотую рядаль Правда, им помешали шведы, сыгравшие в Ячну 1968 год Начало пражской весны Нападающей чехословакской командой неумолим Через полгода она закончится танками на улицах Праги Когда 15 февраля на Олимпийских играх в Гренобле Хоккейная команда ЧССР обыграла советскую сборную со счетом 5-4 Праги это отмечали как национальный праздник Из детского сада города Харьков Они написали, что Дорогие ребята, лучше одну шайбу ворота сборной Чехословакии Чем 20 плит и шоколадов для нашей средней группы Брос шайбы в зону и борьба возле ворот В Гренобле обозначилось великое противостояние СССР-Чехословакии Которая на многие годы станет главной интригой хоккейного календаря Чехия вообще считается учителями нашего хоккея В газете был, значит, снимок такой Школьная парта, за ней сидят советские игроки А чешские около доски, значит, показывают Как нужно играть Откровенно говоря, за олимпийское золото 1968 года в хоккее Мы должны сказать спасибо шведам После того, как наша сборная проиграла Чехословакам Оставалось только надеяться, что шведы сыграют с ними хотя бы в ничью А теперь представьте, накануне матча Швеция-Чехословакия Наши хоккеисты видят шведов в баре отеля с кружками пива Эй, ребята, вы что? Вам же завтра играть, говорят они Не волнуйтесь, ответили шведы Будет вам золото Только вот вы с канадцами разберитесь Теперь все в руках наших хоккеистов Выиграть у канадцов во что бы то ни стало Снова шайба у наших Один на один выходит Мишаков Вытаскивает на паузе на себя вратаря И отправляет шайбу уже в незащищенный угол У нас последняя финальная мощь, когда уже касалось, что нужно, необходимо обыграть канадцев Вот здесь уже нас вполне удержать Наши не опускают руки, продолжают играть в атаку Результат не замедлил сказаться Анатолий Кирсов забрасывает решающую шайбу 5-0 5-0 Сборная СССР разгранила сборную Канады И Борис Майоров по праву получает Девять игроков сборной стали первыми в истории хоккея двукратными олимпийскими чемпионами Добавив золотые медали Гренобля к своей победе на Олимпиаде 1964 года в Инсбруке Здесь были гаражи, а вот здесь приезжал Валерий Борисович Харламов к деду Ко мне подошел, дед его подвел, говорит Валерка, иди, я тебе познакомлюсь с парнем, сосед мой, в ЦСКА играет Он здесь примерно был Я так подхожу Здравствуйте, он говорит, привет Он говорит, вот будет с тобой играть когда-нибудь Он говорит, ну старайся, все возможно И так мне по голове потрепал Инсбрук, 76-й год Судьба Олимпийского золота решается вот в этом матче Командой СССР против Чехословакии Чехословакская команда в атаке снова И... и шайба в воротах третьяка Та игра, которая финальная Наверное, за всю историю Олимпиад Такого драматического финала не было Посмотрите эти лица Якушев, Мальцев, Гусев, Михайлов Все шансы, все карты на руках у чехословаков Они Канаду обыграли очень легко На отдельных чемпионатах мира Пока игра пошла в другую сторону Чешский игрок раз в бок клюшкой канадцу А Канаде же он сразу подъезжает Пах ему пять минут Пять минут играет в этом Пять против четырех Все, забывается гола И игра будет сделана Раскатывают наших всего трое Цыганков, Ляпкин, третий Игена, Цыганков и Юра Ляпкин и Володя Шавель Они в обороне вообще здорово играли Как тяжело! К счастью, прострел никто не забыкает Но сроем, когда мы остались Если бы они забили бы еще гол Тогда все бы нам, наверное, не выиграть было Олимпийские игры Еще можно сражаться! Бросок издалека! И... кто добьет? Шадрин! Ух, немножко легче! Даже после победы Обычно там шампанское наливает Она мне враздевала прямо водки наливает Вообще не особо не пил У меня настолько был психологически Ну... В каком-то шоке находился Потому что такая игра была Я прям из залпов выпил полстакана водки И мне так плохо было потом Валерий Харламов Оставлен один ворот И... Свой шанс! Легенда номер 17 использует 4-3 4-3 В матче, который, казалось, нельзя было спасти Олимпийским играм 1980 года не повезло Они проводились в самый отчаянный период холодной войны У нас всегда первый вопрос про Афганистан спрашивали Мы всегда говорим, что мы не политики, а спортсмены Наши охраняли обязательно, когда мы были в Америке За политическими играми организация олимпийских соревнований отошла на второй план Так, что не успели даже построить олимпийскую деревню Мы жили в тюрьме для малолетних преступников Жили мы на нарах Какие условия? Батареи не было Гудел этот воздух нагнетающий Но к главному событию Хоккейному турниру Хозяева Олимпиады готовились куда более тщательно А противостоит нашим студенческая команда из Соединенных Штатов По всем Соединенным Штатам было разослано 400 приглашений лучшим игрокам студенческих клубов Эти студенты не могут составить конкуренции лучшим игрокам мира Кроме говоря, мы даже болели за них, чтобы они чехов выбрали, там, шведов Перед Олимпиадой она порвала этих американских студентов 10-3 Вот так красиво! Вот так красиво! Мы и думаем, что мы слабим Уверенно играют наши Может быть, слишком уверенно И в результате Тайний бросок достигает цели 1-1 Радости американских трибун нет предела Кто ожидал? И уже через несколько минут После начала игры стало казаться Что на лед против советской сборной Вышла совсем другая команда Когда все узнали, что Мы вышли на американцев Ходили уже Делали нам дырки Что у нас уже все в порядке Не дали Все в порядке 2-1 Тренер американской сборной Херб Брукс был хорошим психологом Он так накачивал игроков, что команду сплотила общая ненависть к тренеру В истории хоккея вошли его крылатые фразы Например, вы с каждым днем играете все хуже и хуже Но вот сейчас играете так, словно уже середина следующего месяца Последние секунды Бросок и И шайба в воротах Но была сирена Такой гол Не очень хороший забили За последнюю секунду Он может прямо с сиреной был Третьяк отбивает эту шайбу Пущенную издалека Подбор возле ворот Защитники проигрывают Когда я пришел в раздевалку Значит, тренер в России сказал, что третяк больше не играет На второй период команда вышла без третяка По второму периоде ворота нашей сборной защищает Мышкин Перелом в игре наступил, когда американцы сравняли счет В рядах нашей сборной началась паника Я лично подумал, что тренеры начинают уже дергаться Все впоследствии показал Нервы, нервы, 2-2 Одна хаотичная атака сменяла другую Мимо Шайба находит что угодно, но только не ворот Мазила Моментов у нас много было Но вратарь хорошо играл, американский Ему упустили победу 4-3 и все Чудо на льду Именно так назовут американцы победу своей сборной Владислав Третьяк получает лишь серебряную медаль Которая, казалось бы, должна была быть золотой Но мы проиграли Мы с Карламовым просто пришли, потом в раздевалку Харламовым говорит, а я больше не буду играть, наверное, все тоже Закончу Это он в 80-м году сказал А я говорю, я тоже, наверное, больше играть не буду Хотя прошло 30 с лишним лет Лучший друг номера 17-го 10-й номер Александр Мальцев До сих пор не может понять Почему тогда, в 81-м году Тренерский состав принял решение Не брать Харламова на игры Кубка Канады В сборную Я говорю, что у тебя произошло? А он замкнулся и все Ничего не сказал Обычный день 27 августа 1981 года Ленинградское шоссе 74-й километр Срочно приезжаю, все погибли У меня идиотский вопрос И дети тоже И нет, говорят, дети живы Они не поехали И я сразу в самолет Бросил все там жену, машину Там, в Киеве И примчался И как раз успел На похороны Мы нужны до тех пор Пока мы действительно нужны И умеем делать свое дело Лучше, чем другие Потом это, естественно, взбывается И как только Уходит в века Проигрыш в 80-м году Например Я думаю, что Конечно, наши старшие Товарищи, они понимали Это намного серьезнее Тот же Михаил Петров Я никогда не забыл Например, в 85-й год Когда мы в Чехии проиграли Пришли в номер со славой И вдруг он так поворачивается Говорит, ну вот что я скажу Торисову Максимовичу То есть отцу Говорит, ну что я ему скажу Как я ему в глаза посмотрю В советских газетах Тогда писали о невероятных успехах Новой сборной по хоккею 13 шайб в ворота шведской сборной В финале чемпионата мира О чем наши газеты не писали Так это о том Что таким разгромным счетом Мы обязаны режиссеру Тинто Брасу И его фильму «Каллигула» Накануне игры со шведами Идем в кино «Каллигула» Что такое? Ну на картинке Ну, исторический фильм Садимся в их сетах Придок Начинается «Каллигула» Это то Марс говорит мне Что мы одержим великую победу Там, конечно, крутой фильм Там порнофильм И сегодняшний, по-моему, отдыхает Вот это вот кино Выходим Все стесняются Все руководители большие тоже с нами Говорят, друзья У нас один выход, блин Завтра выигрят Вот это да! И снова загорается за ними красный свет Никогда, по-моему, наша сборная не была так заряжена на победу, как здесь Наша команда не знает себе равных Капитан Вячеслав Фетисов Бедные шведы Если бы они знали, им они не пустили Сказали, билеты проданы Может быть, по-другому все сложилось Восемьдесят Восемьдесят четвертый год Сараева Нашим во что бы то ни стало нужно выигрывать золото Реабилитировать себя После поражения четыре года назад Обидного от американской студенческой команды Владислав Третьяк Уже заранее решил, что эта Олимпиада будет его последней Он только не говорил об этом товарищам по команде На открытие ему доверили нести флаг всей Олимпийской сборной Я уже знал, что все для меня это последняя Олимпиада Что я после Олимпиады объявляю за то, что я закончил игры в хоккей Разница в заброшенных и пропущенных шайб у сборной СССР просто поражает 48-5 Последние два матча с Канадой и Чехословакией и вовсе выиграли в сухую Четыре безответные шайбы канадцам и две чехословатской сборной Никогда, по-моему, наша сборная не была так заряжена на победу, как здесь в Сараево Снова атака и снова шайба воротов чехословатской команды Никто больше одного раза за игру ворота Владислава Третьяка не мог поразить Даже сборная Чехословакии НХЛ сделала последнюю попытку заполучить Третьяка В Сараево на Олимпиаду был привезен контракт на сумму с шестью нулями Но советское руководство на самом высоком уровне приняло решение не отпускать Подумай, зачем тогда здесь мучиться и сбавлять планку, которой ты всю жизнь стребился Потому что ее тяжело было держать, понимаете? Я ушел победителем, а это очень важно Зимние Олимпийские игры 1988 года Мир на пороге больших перемен Сборные ФРГ и ГДР в последний раз выступают на Олимпиаде друг против друга До падения Берлинской стены остается совсем немного Для нашей сборной это тоже последние белые игры Советский Союз до следующих игр Альбервилля 1992 года уже не доживет Почти все лидеры хоккейной сборной Советского Союза добьются успеха в НХЛ С началом перестройки лучшие игроки один за другим стали уезжать за океан Мы переезжали из Финляндии в Швеции в этот момент утром Все садимся на паром Виктор Васильевич, у нас в стране переворот Как говорят ветераны хоккея В советские времена надежную, безотказную боевую сборную Можно было собрать как автомат Калашникова Быстро и с завязанными глазами Собираешь вместе готовые звенья ведущих клубов И можно выходить против любого соперника К Олимпиаде 1992 года в Альбервилле Выяснилось, что готовых решений уже нет Хоккеистов из всех бывших советских республик Собрали в сборную Получившую незамысловатое название Объединенная команда Я даже мотива не помню, что играло вместо нашего Гимн, гимн это настройка Когда звучит гимн сборной, ты понимаешь, что ты четко Где ты находишься, что ты защищаешь 0-0 после двух периодов Но кто может подумать Кто мог поверить, что наша команда Теперь вот эта команда СНГ, а не СССР Сможет бороться с канадцами в финале Пожелый по матчу в нервном плане Физическом, потому что это конец турнира Понятно, что сила уже на исходе Но все понимали, что сегодня или никогда Уцаев открывает счет в начале третьего периода 1-0 выигрываем у канадцев Понимаешь, что только ты повел В матче 1-0, конечно, приятно Любому игроку забить гол Ворота соперника Ну и, наверное, вдвойне приятно Когда это получается в финале Идем вперед, быстрая контратака При шоте 1-0 Мало того, что я удалился И мы остались втроем То же самое, как было в свое время Семь и шотом году Вот такой вот самый напряженный момент был Неужели удастся выиграть и Олимпиаду? Это будет невероятно фантастика Ух, канадцы как разозлились Бросаются вперед Последние минуты будут горячими Виктор Тихонов это прекрасно понимает Кто выходил, там, но выходил И выложили с косми То есть уже без вариантов Допустить какую-то ошибку Забить во второй гол Да! 2-0! 2-0! Наша команда ведет 2-0! Скованность, вот эта вот Собранность в игре Она немножко отступает И ты понимаешь, что победа с каждой секунды Она приближается, становится ближе и ближе Быков! 3-1! 3-1! Фантастический бросок Вячеслава Быкова! Объединенная команда против канадцев 3-1! Вот он, Быков выкатывается из глубины И расстреливает ворота Точно в девятку! Такие шайбы не берутся! 3-й гол Уже было понятно Что здесь тяжело что-то Потому что каждый понимал Выходя уже на лед Последствии Там 3 минуты что ли оставалось Что Уже нету шансов То есть Что-то должно сверх случиться Чтобы канадцы Даже сравняли счет Даже забили один гол Наверное, вот та команда 92-го года Это заключительный рубеж Нашего советского хоккея Где Вот есть конечная остановка Да, вот, наверное, это была Конечная остановка Нашего советского хоккея И вот новая Золотая эра Началась в 2008 году Когда сборная России Добилась победы над канадцами В финале чемпионата мира В команде блистали Илья Ковальчук Александр Овечкин Александр Семин В 2009 году Сборная России Смогла повторить победный результат Позволив поверить В возвращение Красной машины Последний раз Наши хоккеисты Стали олимпийскими чемпионами В 1992 году В эту команду Никто не верил Команда без большинства Звезд, уехавших в НХЛ Но мы вышли и победили Это было 22 года назад И как же хочется верить Что здесь, на этом льду В Сочи 2014 Наши ребята выйдут И докажут, что они Самые сильные и лучшие Во всем мире Трус не играет в хоккей Трус не играет в хоккей Пусть за воротами Противника все чаще Победный гол опять фиксирует фонарь Но если надо, защищается Близкаще Великолепная пятерка и брат Когда мы собрали в августе все В Сочи Я сказал, ребят Главное вам готовиться И главное, чтобы после Олимпиады Вам не стыдно было смотреть Мы должны с совестью уйти с площадки Или с золотой медалью Или четко, что мы отдали все свои силы И бились, как мы бились Хоккей Красивых матчей будет сыграна немало И не забудем, не забудем мы, как встали В сражениях золота и кубки добывало Великолепная пятерка и брат